Эмодзи или смайлики. В последнее время это тоже стало распространенным непосредственно. В судах это как в российских судах, так и в зарубежных судах это стали непосредственно предметом исследования. Ну, вы все знаете громкие дела, которых писали, но есть непосредственно и более мелкие дела, которые уже наши суды тоже стали соответствующим образом принимать. Ну, хотелось бы обратить внимание, как это все развивается. Еще обращаю внимание на 2018 год, когда председатель Верховного Коллегии Верховного Суда Российской Федерации, он говорил о том, что смайлики не могут вызывать, поражать какие-либо гражданские правоотношения, гражданские либо уголовные правоотношения. А вот обратите внимание, что в 2022 у нас просто стало массовое количество привлечения лиц к административной либо к уголовной ответственности за то, что они просто лайкали ту информацию, которая запрещена Российской Федерацией. То есть суды, уже пройдя практически 4 года, стали принимать все эти эмидзи и смайлики в качестве доказательства и выражения воли стороны и желания, что и каким образом сторона высказывает путем простановки соответствующего лайка.